Привет, YouTube! Мы сегодня находимся в Румынии, в городе Бузео. У нас небольшая остановка. Мы хотим немножечко рассказать про отель, где остановились. Отель, как-то там, сложное слово румынское, не знаю. Hotel in Buseo. Мы высветим его название на видео, будете видеть. Вот наш номер, номер семейного типа, то есть семейный номер. Значит, две комнаты, семейный номер предполагает, и две кровати, то есть это для четырех взрослых. В отеле все есть. Он при дороге, первое, что скажу, это очень удобно, поэтому едешь ты по трассе на границу Черновицкую, то есть в Адул-Серет, и очень удобно, она как раз по этой трассе. Ты проезжаешь в Бузео, выезжаешь, сразу этот отельчик. По-моему, не надо петлять по городу. Отель стоит при дороге, необычный такой, в румынском стиле. Сейчас мы зайдем в ванную. Ну, вот смотрите, в коридоре, забыла сказать, система, как обычно, отельная. Вот шкаф, вот подушечки, постельное белье, сейф есть, халатики, тапочки. Это все есть, не во всех отельчиках, между прочим, есть. Здесь вся вот эта система отельная, вся выдержана абсолютно, все в наличии. Вот ванная, красивая плитка, хорошая, как всегда, добротная румынская мебель. Ванных две. Вот, ванных две, но так как номер семейного типа, две комнаты, в каждой комнате, да. Вот, душевая кабина, очень большой плюс, что высоко. Очень, потому что обычно мы останемся в отельчиках, внизу сильно душевая кабина, и все вьется на пол. Вот все, как бы до мелочей. Вот здесь мешочки, туалетная бумага, все полотенечко, очень-очень здорово. Вот, это первая комната, здесь две кровати. Кровати эти большие, чуть больше, чем односпальные, больше, чем 90 сантиметров. Вот здесь можно поместиться с ребенком маленьким. Вот, ну, полочки, как бы, такой антураж камина. А вот телевизор, холодильник, в холодильнике вот покажем. Тоже все есть, я имею в виду, напитки, все. Как тебе вообще в мебели кабины? Ну, вообще, мы не первый раз остановимся в отелях румынских, они всегда очень вычурные, абсолютно все. У каждого свой стиль, ну вот все они, вот, понимаете. Сейчас у нас такая, очень, такая старина замковая, знаете, вот, древний румынский замок, вот, поэтому здесь железные кровати. Вот, вот вторая комнатка, заходим. Тоже большая, картины, все очень красиво, аккуратно. Аллоу, бунадзива, хороший телефон, дети в восторге просто. Вот, зеркало, туалетный столик, ну, в общем, все есть. Здесь еще одна ванна, идем, я покажу, еще один вход. То есть номер семейный, очень удобно сделать. Можно два входа, это естественно. Ну, ванна точно так же, здесь все есть, принадлежности, фенчик, можно зайти глянуть. Дальше балкон, еще выйдем на балкон. Ну, тогда мы с той стороны выйдем. Давайте немножечко, хотя бы немножко покажем. Отель достаточно большой, он при дороге, кажется, маленький, но когда выходишь, просто гигантский дом для мух, детки. Вот, здесь столик, кстати, есть, стульчики. Вот мы живем на крыше практически. Вот он такой большой достаточно, комнат много. Маленький дворик уютненький, там очень хорошо все-таки разные гномики, камушки, грибочки, лавочка. На улице кушать, все достаточно хорошо. Вот это может за городом, поэтому, получается, здесь склады, и там вот торговые центры, город остался там. Мы дальше будем ехать прямо. Соседи. Заходим. Ну, вот нравится, хороший отельчик, чисто, все, очень чистые постели, все заявленное, все было. Вот, заказывали по букингу, можете зайти посмотреть цены, у нас скидка. Ну, вот, в принципе, вот такой отель. В Румынии все равно интересно останавливаться в любом месте, они всегда шокируют чем-то необычным. Ну, вот так, всего хорошего, путешествуйте! Продолжение следует...